МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осень 1942 года. Сталинград. В городе идут ожесточенные бои. Противник, не считаясь с потерями, шаг за шагом продвигается к Волге. 15 октября немцам удалось прорваться к реке в районе тракторного завода. 11 ноября солдаты вермахта пробились к Волге южнее завода баррикады. 62-я советская армия, обороняющая город, оказалась рассеченной на три части. Сталинград играл ключевую роль в плане немецкого стратегического наступления 1942 года. Это был крупный индустриальный центр. Здесь располагались заводы по производству артиллерийских орудий, танков. Через город проходили важные транспортные маршруты, соединявшие центр страны с южными нефтяносными районами. Кроме того, падение города, носившего имя советского вождя, должно было стать, по мнению Гитлера, символом окончательного крушения СССР. И вот в середине ноября вермахт был близок к достижению своей цели. Больше медлить было нельзя. Красная армия должна была во что бы то ни стало нанести противнику ответной армии. Наступление на Сталинград германская армия начала еще в середине июля 1942 года с рубежей, находящихся от Сталинграда на расстоянии от 70 до 100 километров. И развивалось оно неплохими темпами. Уже к исходу 12 сентября бои велись всего в 3-4 километрах от центра города. Однако сходу взять Сталинград у противника не получилось. Гитлер, крайне недовольный этим фактом, вызвал к себе генерал-полковника фон Вейхса. Он командовал группой армии Б, наступавшей на Волгу, и приказал ему захватить город в кратчайшие сроки. На улицах Сталинграда развернулись бои, равных которым еще не было в истории войн. Столкновение многотысячных армий разбилось на противостояние небольших групп. Бой шел за каждую улицу, за каждый дом. Противники были настолько близко друг к другу, что рассчитывать на помощь авиации или артиллерии зачастую не приходилось. И все, что было у солдата, это его индивидуальное оружие. До войны основным оружием пехотинца являлась винтовка. В Красной армии это была винтовка системы Мосина, калибра 7,62 мм. В немецкой – системы Маузера, калибра 7,92 мм. Они были созданы еще в конце XIX века. И уже на полях Первой мировой доказали свои превосходные качества. В 30-м году винтовку Мосина модернизировали. Снизили ее вес, повысили надежность механизмов. Изменили конструкцию мушки. Теперь она находилась в металлическом полукольце, предохраняющем ее от случайных ударов и повреждений. Немцы также несколько улучшили винтовку Маузера. И главное, во время Второй мировой они использовали ее в варианте карабина, то есть с укороченным стволом. Это делало оружие более удобным в обращении. В целом же советская и немецкая винтовки были равноценным оружием. Их прицельная дальность стрельбы составляла 2 километра. Магазин был рассчитан на 5 патронов. Скорострельность составляла до 10-15 выстрелов в минуту. Во время Великой Отечественной винтовки оставались самым массовым оружием пехоты. Так винтовка Мосина только за годы войны была выпущена тиражом 12 миллионов. Однако оружие такого типа имело существенный недостаток. Наиболее полный он проявлялся в условиях ближнего городского боя или при штурме окопов. То есть когда враг был практически перед самым лицом. Нужно было после каждого выстрела передернуть так называемый затвор, отвезти его назад, выбросить гильзу и дослать патрон. И в этот момент, когда оружие перезаряжается, конечно, стрелок был беззащитен. И вот эти вот свойства винтовки, то есть ее недостаточная скорострельность, имели большое значение в ближнем бою, на самом коротком контакте, когда значение имеет не только секунды, а иногда и доли секунды. Естественно, этот недостаток винтовок, не только русская, и всех остальных армий мира, был хорошо известен всем военным. И они стремились усовершенствовать это оружие. Еще до войны на вооружении Красной Армии была принята самозарядная винтовка Токарева, сокращенно СВТ. Она имела магазин на 10 патронов, и взводить оружие надо было только перед первым выстрелом. Затем перезаряжение происходило за счет энергии пороховых газов, образующихся при выстреле. Скорострельность повысилась вдвое, до 25 выстрелов в минуту. Существенно сократилось и время между выстрелами. Однако в условиях военного времени СВТ оказалось очень сложным в производстве и капризным в эксплуатации оружием, которое требовало тщательного ухода. Оружие было спроектировано с некоторыми ошибками, которые потом были усугублены сложными условиями производства. Винтовка выпускалась на одном заводе в городе Медногорск. На нем работали подростки, женщины, совершенно неквалифицированная рабочая сила, которая, конечно, вот этой своей неопытностью вносила свою ошибку в производство, и это отражалось на качестве винтовки. В результате, столкнувшись с таким вот некачественно изготовленным оружием в войсках, плюс еще, конечно, сильнейшие условия боя, то есть грязь, пыль, песок, которые сопровождают любую войну, все это существенно снижало надежность винтовки. Уже к 1942 году выпуск самозарядной винтовки Токарева существенно сократили, отдав предпочтение однозарядной винтовке Мосина. А нишу индивидуального автоматического оружия в Красной армии прочно заняли пистолеты-пулеметы. Наиболее массовым типом такого оружия был ППШ – пистолет-пулемет Шпагина, образца 1941 года. Его принципиальным отличием от винтовки было использование так называемого пистолетного патрона, что, собственно, и дало название оружия. Калибр такого патрона был, как у винтовочного – 7,62 мм. Но он являлся менее мощным, в него закладывалось меньше пороха, и поэтому прицельная дальность не превышала 500 метров. Зато под менее мощный патрон было проще создать автоматику. Кроме того, он был меньше по размерам, поэтому проще было сделать большой магазин. Емкость магазина ППШ составляла 71 патрон. Еще одно существенное преимущество ППШ перед СВТ – это возможность вести стрельбу очередями. При этом скорострельность достигала 100 выстрелов в минуту. Все эти преимущества делали пистолет-пулемет незаменимым при ведении ближнего боя, где большая дальность стрельбы была не нужна. Георгий Шпагин при разработке своего пистолета-пулемета уделил большое внимание простоте его производства. Большинство деталей являлось штампованными. Это было и дешевле, и требовало меньше времени для их изготовления. До мая 1945 года заводы выпустили около 6 миллионов ППШ – второй результат после винтовки Мосина. Для сравнения, основной немецкий пистолет-пулемет МП-40 был выпущен миллионным тиражом, то есть в 6 раз меньше. Главным конкурентом пистолета-пулемета Шпагина был германский пистолет-пулемет МП-40. Эти образцы, построенные по аналогичным техническим принципам, достаточно заметно отличались и компоновочным образом, и по устройству отдельных частей механизмов. Например, германский пистолет-пулемет имел магазин коробчатый прямой емкостью 32 патрона. Германский пистолет-пулемет имел откидной приклад. В основном это оружие изначально задумывалось для вооружения, ну, в основном экипажей боевых машин, парашютистов, то есть там, где габариты оружия имеют значение, мешают выполнять функциональные обязанности. Наш пистолет-пулемет имел деревянную ложу, карабину, так называемую, полноценный, такой деревянный, прочный приклад. Ну и имел, конечно, наш кожух на стволе, защищающий руки стрелка от ожогов. Германский пистолет-пулемет кожуха на стволе не имел. Это позволяло им быть легче, компактней, но в то же время во время стрельбы можно было обжечься. Наше оружие было таким грубым, тяжелым, им можно было пользоваться в рукопашном бою, очень устойчивым при стрельбе за счет своей массы. И дальность стрельбы была, эффективная дальность стрельбы нашего ППШ, была несколько выше, чем германского пистолета-пулемета. В начале войны пистолетов-пулеметов Шпагина в Красной Армии было еще немного. Но уже к концу 42-го положение кардинально изменилось. За год их было выпущено полтора миллиона, что в 16 раз больше, чем в 41-м. И в Сталинграде пистолеты-пулеметы пришлись как нельзя кстати. По инициативе генерал-лейтенанта Василия Чуйкова, который командовал 62-й армией, обороняющий город, были созданы специальные штурмовые группы. Они совершали вылазки в расположение противника, атаковали его позиции, производили минирования и другие диверсии. Их в первую очередь вооружали пистолетами-пулеметами Шпагина. Небывалым подъемом работает в эти дни Эннский завод автоматов. Он выполняет заказ для Сталинградского фронта. От опытных мастеров-сборщиков не отстает и молодежь. Недавний ученик ремесленного училища Шура Котов собрал 10 тысяч автоматов. Вместе с 10-тысячным автоматом Шура отправляет на фронт письмо со стихами. Осыпай свинцовым градом немчуру под Сталинградом. Гансов-прицев будет рад бить советской автомат. В середине ноября уличные бои в Сталинграде длились уже два месяца. На отдельных участках немцам удалось добиться результата и выйти к Волге. Гитлер уже ждал доклад о полном захвате города. Но этого не происходило. И каждый новый день боев изматывал немцев. К этому моменту они уже потеряли под Сталинградом около 700 тысяч убитыми и ранеными. Кроме того, каждый день обороны давал возможность советской промышленности увеличивать выпуск снарядов, пушек, танков, самолетов и подтянуть на этот участок фронта резервы. Контрнаступательную операцию под Сталинградом командование Красной Армии начало готовить еще в сентябре 42-го года. Здесь планировалось использовать все самое совершенное на тот момент советское оружие. С учетом его возможностей во многом и разрабатывалась операция. Ее идею подсказала сама конфигурация этого участка фронта. Наступая на Сталинград, войска вермахта углубились в советскую армию. И поэтому встречные фланговые удары позволили бы взять в кольцо значительные силы противника. Оптимизма добавлял и тот факт, что на флангах немецкого наступления находились союзные для Германии румынские армии, менее боеспособные, чем основные соединения вермахта. Однако разведка, проведенная на предполагаемых участках прорыва, показала, что противник организовал в этих районах хорошо укрепленную многополосную оборону глубиной до 5 километров. Она изобиловала окопами, ходами сообщений, долговременными огневыми точками. Поэтому единственный способ обеспечить быстрое развитие наступления — начать атаку с мощной артиллерийской подготовки и массированных бомбовых ударов авиации по позициям врага. Операция получила название «Уран». Ее начало было запланировано на 19 ноября. Но накануне синоптики дали неутешительный прогноз — туман, низкая облачность, мокрый снег. Все это делало практически невозможным действие авиации, и поэтому вся надежда оставалась на артиллерию. До войны в боевом уставе советской артиллерии было сказано, что для успеха наступления необходимо сосредоточить на участках прорыва до 60-80 орудий на километр фронта, а в отдельных случаях и до 100. Однако в первый год Великой Отечественной этот показатель порой не превышал 30-40 стволов. Во-первых, орудий просто не хватало. Во-вторых, сказывались недочеты в организации действий артиллерийских соединений, оперативно перебросить орудия на требуемый участок фронта удавалось не всегда. Но к осени 1942 года ситуация стала меняться. Промышленность выпускала все больше и больше орудий. Постепенно избавились от снарядного голода. Появилась возможность формирования крупных артиллерийских соединений, которые структурно относились к артиллерии резерва главного командования. Они служили, как говорят военные, для качественного и количественного усиления на важных участках фронта. И особую роль здесь играли орудия большой и особой мощности. В Красной Армии наиболее массовой была гаубица-пушка МЛ-20 калибра 152 мм. И, как следует из названия, она совмещала в себе характеристики двух типов орудий. Гаубица — это орудие, у которого все оптимизировано для ведения навесной стрельбы. Таким образом можно поражать цели, спрятанные за укрытиями или в земле, окопы, блиндажи, огневые точки. У пушки все сделано для увеличения дальности стрельбы, поэтому у нее высокая начальная скорость снаряда. Однако всегда заманчиво иметь некое универсальное оружие. Но технически эта задача крайне сложна. Например, чтобы из гаубицы сделать гаубицу-пушку, необходимо увеличить начальную скорость снаряда. Но это усложняет конструкцию орудия, увеличивает его массу и стоимость. Чтобы соблюсти приемлемый баланс, требуется инженерный талант. И конструкторскому бюро Федора Петрова, где была сконструирована МЛ-20, сделать это во многом удалось. Создана она была, по сути, в инициативном порядке, потому что задание на создание 152-миллиметровой новой гаубицы-пушки получила другая группа конструкторов. А Петров просто решил, так сказать, посоревноваться. Ну и по результатам испытаний его система, она признана была лучше. И в 1937 году эта гаубица-пушка была принята на вооружение. Прошла достойно всю войну. И если мы обратим внимание на кинохронику, там, где показывается наступление советских войск, контрнаступление советских войск, там обычно всегда на переднем плане ведут огонь именно МЛ-20. Если сравнить МЛ-20 с основной немецкой полевой гаубицей калибра 155 миллиметров, то советское орудие было на две тонны тяжелее. Но зато выигрывало в максимальной дальности огня – 17 километров против 13. То есть в случае взаимной контрбатарейной стрельбы советское орудие могло дотянуться до немецких позиций, а противник до него нет. В сравнении с немецкими пушками калибра 150 или 170 миллиметров МЛ-20 в дальности проигрывало. Однако германские орудия были значительно тяжелее и дороже, и выпущено их было в 10 раз меньше. Во время войны немцы пытались создать орудие близкое по характеристикам к советской гаубице-пушке, но эти работы к успеху не привели. По моей оценке, эта пушка-гаубица может быть приравнена к Т-34. Если Т-34 считается лучшим танком мировой войны, то вот эта пушка-гаубица я бы считал лучшим орудием Второй мировой войны. Во-первых, у ней была большая дальность. Очень малое рассеивание. Несмотря на большую дальность, большая точность стрельбы. Ведь вот батареи было четыре пушки. Я первым орудием пристрелял цель. Если я стреляю вторым, снаряд попадает в то же место, где стреляла первая. Я стреляю третьим, в то же место попадает и третья. Стреляю четвертым и четвертая. Это говорит о том, что сделана она была очень точно качественная. Ведь не только надо само орудие сделать. Заряд надо так скомплектовать, сделать так, чтобы каждый походил на предыдущий. Это большующее достижение нашей промышленности. К началу контрнаступления у Красной Армии под Сталинградом было 15 тысяч орудий, минометов и систем залпового огня. Непосредственно карт подготовки, намеченной на 19 ноября, привлекли около трех с половиной тысяч. Треть из них сосредоточили на участке прорыва, шириной около 10 километров. Здесь плотность артиллерии составила 100-110 орудий на километр фронта, то есть так, как этого и требовал устав. Изюминкой советской артиллерии в Великой Отечественной войне было массирование. Но если в начале войны по нормам считалось очень большим массирование в 100-120 стволов на километр фронта, то к концу войны доходило до 500 стволов на километр фронта. И просто уже столкнулись с тем, что некуда ставить эти орудия. А в немецкой армии вот это массирование не привелось. Но это связано с целым рядом причин, скорее, психологических. Потому что немецкие военные, при всем при том, что уровень их подготовки был очень высоким, но при этом и вера в собственную непогрешимость была у немцев настолько велика, что они не очень охотно изменяли принятые шаблоны боевых действий. Но что говорить, они в 1939-1940-1941 году так успешно на этих шаблонах ехали, что любо-дорого было посмотреть. И потом, когда немцы осознали всю пользу массирования артиллерии к 1944 году, они уже просто перестали проводить наступательные операции. Им было не до того. И самой артиллерии у них было недостаточно. Вообще вот этот интересный момент. Высшие формы военного искусства, наиболее прогрессивные какие-то формы использования тех или иных сил может показать только более сильный арм. То есть тот, кто наступает, тот, кто бьет противника. Ранним утром 19 ноября командующий Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Николай Ватутин отдал приказ к началу операции «Уран». В 7 часов 30 минут прозвучала команда «Огонь». Началась артподготовка, которая длилась в течение 1 часа 20 минут. Артиллерийский удар такой силы история войн еще не знала. Недаром дата 19 ноября впоследствии была выбрана для празднования Дня артиллерии. В 8 часов 50 минут дивизии 5-й танковой и 21-й общевойсковой армии перешли в наступление. При этом огонь артиллерии был перенесен на новые рубежи, вглубь территории противника. И стрельба велась через головы наступавших. В первые 2 часа наступления советские войска вклинились в оборону противника на 2-3 километра. Однако по мере продвижения вперед сопротивление врага возрастало, и темп наступления стал падать. Каждая минута промедления могла дорого стоить. И тогда советское командование решило бросить в прорыв 3 танковых корпуса с общей численностью до 300 боевых машин. Их основу составляли средние танки Т-34. История Т-34 началась в 1939 году. В то время в советском танкостроении уже сложилось деление гусеничных машин на классы в зависимости от их боевой массы. Так легкие танки серии БТ весили 10-13 тонн. Они имели хорошие характеристики подвижности. Их максимальная скорость составляла 52 километра в час. Однако толщина броневых листов у этих машин не превышала 22 миллиметров. Для противотанковых пушек начала 40-х это была достаточно простая цель. Вооружение легких танков тоже было слабым. Орудие калибра 45 миллиметров. И поэтому для первого эшелона танкового прорыва они не подходили. Тяжелые танки, такие как КВ-1, напротив имели мощную 76-миллиметровую пушку. Толщина их броневых листов доходила до 75 миллиметров. Для сравнения, у немецких танков было в 2-2,5 раза меньше. КВ-1 привлекали для штурма наиболее мощных укрепрайонов противника. Однако боевая масса танка достигала 47 тонн. И поэтому его скорость не превышала 35 километров в час. А по пересеченной местности было и вовсе не больше 15. Для маневренных действий с высоким темпом наступления он годился не всегда. Более подходящим для этого виделся средний танк массой не более 30 тонн. Его создание и поручили в 1939 году конструкторскому бюро под руководством Михаила Кошкина. Оно находилось на заводе 183 в Харькове. Так и началась история Т-34. Перед конструкторами стояла непростая задача. С одной стороны требовалось обеспечить машине хорошую подвижность. С другой – высокую огневую мощь и достаточно сильную бронезащиту, что неминуемо вело бы к увеличению массы. И тогда было найдено интересное решение. Максимальная толщина броневых листов Т-34 составила 40-45 миллиметров. Меньше, чем у КВ, но конструкторы установили их под углом. Это повышало вероятность рикошета, а главное – практически вдвое увеличивало толщину брони по горизонтали. При этом боевая масса танка составила 28 тонн. На 19 тонн меньше, чем у КВ. В итоге компромисс между необходимой защищенностью и подвижностью был найден. Максимальная скорость Т-34 доходила до 55 километров в час. При этом вооружался он пушкой такого же калибра, как и тяжелый КВ. Уже в начале боевых действий Т-34 прекрасно показал себя. Немецкой противотанковой артиллерии он зачастую был не по зубам. Однако Т-34 в первые месяцы войны не хватало. И быстро нарастить их выпуск не получалось, поскольку часть производства пришлось эвакуировать на Урал. Лишь к лету 1942 года ситуация стала меняться к лучшему. Это позволило приступить к формированию крупных соединений, танковых корпусов и танковых армий. Последние подчинялись непосредственно ставке Верховного Главнокомандования. Они направлялись на усиление фронтов при планировании стратегических операций. Так под Сталинградом на Юго-Западном фронте действовала 5-я танковая армия. В ее составе были 364 гусеничные машины. Еще почти 200 танков к началу операции «Уран» имелось в распоряжении 21-й общевойсковой армии. И почти половина от общего количества приходилось на Т-34. Любопытный и малоизвестный факт. В ноябре 1942 года на Сталинградском фронте на танках Т-34 были впервые применены приборы ночного видения, работающие в инфракрасном диапазоне. Эти приборы имели наименование «Призма» и были установлены на командирских танках в 26-м танковом корпусе 5-й танковой армии. При испытаниях приборы показали, что даже при движении танка со скоростью 15 км в час можно было различить дома, деревья и даже одиноко движущихся людей. Однако прибор конструктивно еще не был доработан. Его доработка была закончена уже после войны, и поэтому во время Великой Отечественной войны данные приборы на танки не устанавливались. 19 ноября 1942 года, ближе к полудню, когда наступление советских войск под Сталинградом затормозилось, в сражении были введены три танковых корпуса – 1-й, 4-й и 26-й. Нанеся мощные удары, они вклинились в оборону противника в трех местах и прорвали ее. Советские войска, благодаря высокой проходимости танков Т-34, вышли на оперативный простор, и громя тылы и коммуникации врага устремились вперед. Уже к вечеру 19 ноября передовые части продвинулись на 25-30 километров. Однако 26-й корпус 5-й танковой армии в районе населенного пункта Перелазовский натолкнулся на хорошо укрепленный узел обороны противника. С подготовленных позиций огонь вели 20 немецких противотанковых орудий и 15 танков. Завязался бой. Взять сходу этот рубеж не удалось. Темп наступления опять был потерян. Тогда артиллерийский корректировщик, находящийся в одном из головных танков, передал целеуказание командиру полка реактивной артиллерии. В его состав входили боевые машины БМ-13, легендарные «Катюши». Пусковые установки реактивной артиллерии во время войны были и у вермахта, и у Красной армии. И впервые их применили немцы. Произошло это еще 22 июня 41-го года во время штурма Брестской крепости. Однако результатами немецкое командование осталось недовольно. Основной проблемой развития ракетного оружия в те годы была низкая точность стрельбы. У немецких реактивных снарядов отклонение от цели могло составлять до 100 метров. У ракет «Катюш» было и того больше – 300 метров. В то же время подкупала более простая конструкция пусковых установок по сравнению с традиционными артиллерийскими орудиями. Главное было найти им правильное применение. В вермахте пусковые установки реактивной артиллерии изначально рассматривались как средство стрельбы химическими снарядами. При таком использовании точность огня не имела бы решающего значения. Но до этого дело не дошло, и был разработан обычный осколочно-фугасный боеприпас. И вот в Бресте, по мнению немецких военных, это оружие показало себя не очень хорошо. Рассеивание при стрельбе было слишком велико. В Красной армии также поначалу предполагали использование химических реактивных снарядов. Но в результате пришли к выводу, что можно эффективно применять и ракеты с обычными боевыми частями. Идея заключалась в том, чтобы использовать пусковые установки для ведения массированного залпового огня по площадям, компенсируя точность количества. Уже после первых случаев применения «Катюш» вот на Западном фронте, это июль 1941 года, на Ленинградском фронте, это август батареи лейтенанта Дегтярева, стало понятно, что использовать реактивные установки по батарейно – это мало, что надо создавать более крупные части и применение реактивных систем залпового огня у нас дивизионами, потом полками, оно дало действительно великолепные результаты и в итоге уже с конца 1942 года начинается создание уже более крупных соединений, в том числе бригад и дивизий. Вооружалась «Катюша» реактивными снарядами М-13 калибра 132 мм. Для их пуска на машине имелось 16 направляющих. Дальность стрельбы составляла 7-8 километров. Полк в составе 36 «Катюш» в течение 10 секунд мог обрушить на врага 576 ракет. Живая сила и техника уничтожались на площади свыше 1 квадратного километра. Снаряды сходят не одновременно, рассеиваются и возникает эффект столкновения ударных волн от разрывов и получается разрушение такой силы, которое не произошло бы, если бы даже все эти снаряды взорвались одновременно на одной и той же площади. Но не говоря уже о психологическом эффекте, вообще противник исключительно сильно страдал от этого оружия. К началу операции «Уран» на участке планируемого прорыва было сосредоточено около полутысячи пусковых установок реактивной артиллерии, почти четверть от всех задействованных в артподготовке орудий. Помимо самоходных использовались и стационарные системы калибра 300 мм. Утром 19 ноября именно их залпы возвестили о начале наступления Красной Армии. После полудня, когда в прорыв были введены танковые корпуса, самоходные «Катюши» устремились за ними. Они были готовы в любое время оказать им огневую поддержку. Так 26-й танковый корпус в наступлении сопровождал 85-й гвардейский полк реактивной артиллерии. Вечером 19 ноября, когда танкисты наткнулись на хорошо организованную оборону противника в районе Перелазовского, артиллеристы, получив цель и указания, сходу выдвинулись на позиции и дали залп по врагу. Ими было уничтожено 8 танков и 15 орудий. В результате противник резко ослабил сопротивление. Советские танки ворвались в расположение врага и разгромили его гарнизон. Путь вперед снова был открыт. 20 ноября с другого фланга обороны противника в атаку перешли силы Сталинградского фронта. Двигаясь навстречу друг другу, уже 23 ноября передовые части двух фронтов встретились в районе города Калач-на-Дону. Кольцо окружения замкнулось. В котле оказалось 330 тысяч человек из состава 6-й немецкой армии под командованием Паулюса и 4-й танковой армии Гота. Однако, попав в окружение, немцы не собирались сдаваться. Они предпринимали отчаянные попытки прорвать кольцо, как с внешней стороны, так и изнутри. Для снабжения войск Паулюса был организован воздушный мост. Самолеты доставляли им продовольствие, медикаменты, горючее и боеприпасы. Для этого командование Люфтваффе выделило около 400 машин. Почти три четверти из них базировались на аэродроме около железнодорожной станции Тацинская. Здесь же располагались многочисленные склады. Задачу захвата этого транспортного узла возложили на 24-й танковый корпус под командованием генерал-майора Василия Баданова. На тот момент в его составе было 58 боеспособных танков, 39 средних Т-34 и 19 легких Т-70. Корпус усилили полком реактивных «Катюш». 19 декабря соединение вступило в бой. За пять дней упорных боев они преодолели 240 километров. И утром 24 декабря советские танки ворвались на железнодорожную станцию Тацинская и на аэродром. Под Сталинградом немцы фактически били их же способами вооруженной борьбы. Рассекающие удары, которые немцы применили в период молниеносной войны при разгроме Польши, Франции и планировали для разгрома Советского Союза, были применены нашими британковыми войсками под Сталинградом. В результате атаки 26-го корпуса Буданова гарнизон, обороняющий аэродром, был полностью разбит. Было захвачено и уничтожено свыше 300 самолетов. Танкисты удерживали занятый плацдарм в течение четырех дней. Но все же им пришлось отойти, понеся серьезные потери. Однако немцы больше не пользовались этим аэродромом. Более того, и другие авиабазы, опасаясь их захвата, они перенесли подальше от линии фронта. Теперь транспортным самолетам Люфтваффе приходилось работать на пределе своих возможностей. Вместо части груза они возили с собой дополнительное топливо, необходимое на обратную дорогу. Впрочем, немцы не оставляли попытки снабдить всем необходимым окруженную группировку Павлюса. За германскими транспортниками развернулась настоящая охота. Позиции советских зенитных орудий находились по всей протяженности кольца окружения. На подлете врага встречали истребители. Бомбардировщики наносили удары по аэродромам, находящимся внутри котла. Работа нашлась всем, даже тихоходным бипланом У-2. Самолет создали еще в 1928 году в конструкторском бюро Николая Поликарпова. До войны его использовали как учебный и сельскохозяйственный, а также для перевозки пассажиров и мелких грузов. В армии его применяли как связной. С началом Великоотечественный самолет стал выполнять и боевые задачи. Его превратили в легкий бомбардировщик. В зависимости от дальности полета У-2 мог взять от 100 до 300 килограммов бомб. Скорость его была невелика – около 100 километров в час. Зато можно было точнее выполнить бомбометание. Например, во время уличных боев в Сталинграде, когда был риск зацепить свои войска, экипажи У-2 умудрялись бросать бомбы чуть ли не в окна зданий, в которых засел противник. ВЗРЫВ Правда, малая скорость полета делала самолет уязвимым для атак немецких истребителей. Поэтому вылазки в тыл врага совершались в основном ночью. Кроме того, в районе атаки летчик еще и приглушал мотор. Неразличимый в ночном небе самолет становился еще и неслышанным. Чтобы нанести противнику наибольший ущерб, экипажи У-2 порой баражировали в районе аэродромов. Они ожидали, когда на взлетно-посадочную полосу приземлится очередная группа транспортных самолетов. И только после этого наносили удар. В своих донесениях немцы не скрывали раздражения от действий этих, казалось бы, безобидных самолетов. По подсчетам немецкого командования, для поддержания боеспособности окруженной группировки в котел требовалось доставлять не менее 700 тонн грузов в сутки. Благодаря активному противодействию туда попадало не более ста. В январе 43-го сопротивление немцев стало выдыхаться. Они несли огромные потери. Кольцо окружения вокруг группировки Павлюса неумолимо сжималось. К концу января части вермахта сами оказались зажаты на улицах Сталинграда. 2 февраля все было кончено. Последние группы германской армии сдались в плен. Так закончилось величайшее сражение, длившееся почти 200 дней и ночей. Немцы и их союзники потеряли в этих боях свыше 4 тысяч танков и самоходных установок, почти 3 тысячи самолетов, 15 тысяч орудий и минометов, свыше миллиона живой силы убитыми и ранеными. По этому поводу в Германии был объявлен трехдневный траур. Под Сталинградом Красная Армия нанесла врагу сокрушительный удар. В истории войны начинался новый этап. Стратегическая инициатива переходила в руки СССР. Это был триумф советского народа. Это был триумф советского оружия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова